В России прошли выборы президента. Впервые главу федерации выбирали и в оккупированном Крыму. Это вызвало протесты в Украине, но все избирательные участки открылись вовремя. Посольство России в столице и генконсульство в Одессе, Харькове и Львове взяли под усиленную охрану. Проголосовать смогли сотрудники ДИП-представительств. Все подробности расскажут мои коллеги. С самого утра посольство России в Киеве в окружении полиции и нацгвардейцев. Возле здания частично ограничили движение транспорта. Дорогу перекрыли металлическими решетками. Сюда пришли около ста активистов националистических движений. Они против проведения выборов президента России в оккупированном Крыму. Националисты блокируют входы и подъезды к посольству. Голосовать могут только граждане Российской Федерации с ДИП-паспортами. Всех остальных к участкам не допускают. МИД Украины об этом предупреждал. В ведомстве требовали отменить незаконные выборы в оккупированном Крыму. Но этого не произошло. И Украина приняла ответные меры. Кроме того, Верховная Рада обратилась к европейским парламентариям не признавать российские выборы на полуострове. Что касается того, что Российская Федерация симметрично ответит и закроет украинские учреждения в день украинских выборов, не предоставит возможность украинцам проголосовать, то напомню, что Россия уже не обеспечила возможность украинцам в оккупированном Крыму и на Донбассе выбирать президента и Верховную Раду в 2014-м. И провести местные выборы. А вот в российское консульство в Одессе вообще никого не пускали. Правоохранители отцепили территорию вокруг здания. Поступило анонимное сообщение о минировании улицы. Сейчас мы после 8 утра проверяем данные сообщения. Поэтому мы никого не можем пропустить, пока взрывотехники не отработают. Проверяли несколько часов, но взрывчатку не нашли. Возле консульства собрались около полусотни активистов. Сюда периодически подходили российские граждане. Пытались пройти в здание, но их не пропускали за ограждение. Позже выяснилось, что в полицию снова сообщили о минировании. В Черкасах, в знак протеста против российских выборов в украинском Крыму, горожане провели патриотический флешмоб. Почти две сотни человек выстроились на центральной площади в форме словосочетания «Крым – это Украина». Крым – это территория Украины. И только Украина, как говорят, имеет это право выборчего, а не Россия. После флешмоба провели свое импровизированное голосование. Все единогласно против российских выборов в Крыму. Евгения Коваленко, Богдан Вербицкий, Станислав Кухарчук и Андрей Анастасов. Подробности – телеканал «Интер».